В эфире снова RedBreeConf, и мы продолжаем, и сейчас эта комната посвящена теме поиска работы, трудоустройства, и называется она Starter Pack соискателя. Конечно, в нашей студии у нас сегодня тоже три прекрасных гостя, хочется представить каждого из вас. Кирилл Доброхотов, психолог Центра оценки персонала корпоративного университета транспортного комплекса Москвы. Кирилл выпускник московского городского 16, 2016 и 2018 годов. Привет, Кирилл, очень радостно видеть тебя. Мария Риханова, тренер корпоративной академии Росатома, карьерный консультант. Кстати говоря, Маша, Мария, автор курса «С места в карьеру» на платформе для развития профессиональных навыков софт-завод. Это бесплатные курсы. Можно с удовольствием легко хоть прямо сейчас пройти по QR-коду, который вы видите на своем экране, и вообще записаться на любой курс, в том числе и с места в карьер. И, конечно, у нас в гостях Лана Лаладзе. Сейчас она Большакова. Боже, это, знаете, это вот эта вот связь с выпускниками, она никуда не денется. Выпускница 2017 года. Лана работала менеджером специальных проектов «Моспродюсер». И сейчас Лана уже последний год в суперактивном поиске работы. И очень важно, как раз интересно, пообщаться как раз с выпускниками нашими, которые меняют работу, ищут работу. И, в общем, будем это сегодня все обсуждать. Ну и первый вопрос, такой он будет немножко про вас. Расскажите, помните ли вы свое первое резюме? Лично ваше? Как оно выглядело? Как вы решились его сделать? Использовали ли вы его вообще когда-то в своей жизни? Было ли это весело? И что бы вы могли сейчас по поводу этого резюме сказать? Кто бы готов, хотел? Да. Могу начать. Честно говоря, это был кринж полный. Вот. А вспоминать страшно. Это было в папке, обычной такой мягкой папке, распечатанная фотография еще с конкурса «Мистер МГПУ», который у меня стояло, да, на аватарке. Вот. И там были какие-то вообще базовые навыки, такие soft skill-off, совершенно такое на коленке сделанное резюме, вот, с минимальным опытом. Но, кстати говоря, там опыт был неплохой. Тот, что дал как раз мне МГПУ своими мероприятиями, конкурсами, организаций, ну, которой я занимался, вот, вещей, и тех, таких подведомственных организаций, с которыми я МГПУ сотрудничал. Это как раз стипендиант правительства Москвы, вот, несколько лет я там был и волонтерство и так далее, вот, что, в принципе, помогло на первую работу, наверное, устроиться. Вот. Спасибо, круто. Маша, как у тебя дела с этим? Я, честно говоря, не помню, что я писала внутри. Я помню тот ступор, с чего начинать, как это делать. Это было практически 13 лет назад, когда, ну, не так это было распространено, не было достаточного количества информации. Но я запомнила один момент, что среди всей той информации, которую я указала в резюме, я указала, что я закончила, зачем я это указала? Модельную школу. И когда я проходила собеседование очное, у меня там шикарное образование, ИНИАС, есть какие-то курсы. Единственное, наверное, что меня спросили в первую очередь, вернее, что спросили, а вы заканчивали модельную школу? И я думаю, почему именно этот вопрос? Вот. Но это было странно, я сейчас понимаю, что зачем это указывать? Не понимаю. Но это было смешно. Любопытно. Спасибо большое. Очень интересно. Лана, как выглядело твое первое резюме? Мое первое резюме, я написала его в 18 лет, как только окончила школу, подала все документы в университет и думала летом подработать, купить себе новый телефон. Я вообще не помню, что я там писала. Очевидно, что никакого опыта у меня не было. Мне нужна была должность продавца-консультанта в магазине. И тогда уже был Headhunter. Он был достаточно популярный и рабочий. Я зарегистрировалась там. Также был Superjob, когда он был еще красивый, нормальный. Я не помню, откуда конкретно меня позвали на работу, но я достаточно быстро нашла себе на лето работу. Резюме было такое прям хорошее. Спасибо большое. Я думаю, что можно немножко... То есть у нас сегодня такие, знаете, две стороны. У нас есть сторона соискателя, человек, который ищет работу, входит на собеседование, как-то обновляет свое резюме. Возможно, есть какой-то пакет документов, который ты показываешь, отправляешь и так далее. И вот у нас, соответственно, Лана будет выступать со стороны вот с этой. И у нас есть, получается, эксперты по теме. Маша, ты, получается, как бы у тебя есть, видимо, люди, которым ты помогаешь вообще по карьере. Вот есть такой опыт, условно, ты консультируешь, как лучше выстроить, какая вообще может быть траектория развития, куда податься, какие там документы и так далее. А, соответственно, у Кирилла есть некая такая сборка. То есть я так понимаю, что, Кирилл, как раз ты как психолог, да, выступаешь, и ты очень много проводишь, если я правильно понимаю, интервью. Вот расскажи, очень интересно, вот о твоей работе, вот чем ты занимаешься. Да, рассказываю. Это, в общем, началось, это все с первого опыта такого, именно психологического, если это брать в расчет. Это началось со школы Московского предуниверсария, предуниверсария моей, точнее, Московского эволюционного института. Вот, там у нас работа строилась по оценке психологической с точки зрения набора абитуриентов. Вот, это должны были быть подростки, которые занимаются наукой. У них есть особый набор софт-скиллов. Вот, это коммуникабельность, командная работа, это замотивированность, это занятие самообразованием и прочее. Вот, и нам нужно было разработать систему оценки, которая будет как раз выявлять такие кадры. Вот, не буду вдаваться в подробности. И сейчас в московском транспорте я занимаюсь уже со взрослыми такой оценкой. Вот, и очень интересно наблюдать за тем, что, в принципе, что подростки, что взрослые, они имеют, в принципе, те же самые какие-то ошибки, да, в развитии тех или иных компетенций, те же самые какие-то, как говорится, шаблоны мышления, да, вот, что им не дают в дальнейшем развиваться как профессионалам. Вот, или наоборот, дают те начальные точки, да, которые дают им потом скачок в будущем, да, помогая развиться. Вот, а сейчас в основном это интервью по компетенциям, это формат ассессмент центра, вот, это когда деловые игры проводятся, различные такие игровые формы мероприятий, которые приближены к их реалиям, да, в повседневной работе и так далее, чтобы посмотреть, как человек себя ведет в тех или иных условиях. Вот, и там как раз наблюдаются те или иные компетенции. Вот, это вот два формата основных, которые сейчас проходят. Угу, очень любопытно, спасибо большое. Но я думаю, что мы можем как бы перейти к такой вот заголовочной, такой первой теме, это вот как раз-таки, когда я, мы хотим, мы с Ланой, допустим, да, хотим найти работу, да, вот мы ищем, мы хотим, вот, вроде как нам нужна работа по каким бы то ни было причинам. Кстати говоря, хочется обратить внимание, что особо драматично искать работу после того, как ты, если после университета ты уже проработал где-то очень долго, и ты вдруг понял, что, как бы, возможно, это вообще не та история, и чувствуешь себя, ну вот, не знаю, Лана, наверное, поделится очень своеобразно, да, как будто вообще, как ничего не умею, ничего никогда не делал. Вот, и первый момент, это, конечно, вот как вообще подойти к поиску работы, как вообще на это настроиться, как на это решиться, да, потому что, мне кажется, это целое вообще дело. Вот, Лан, поделись, пожалуйста, своим опытом, как вообще у тебя вот это произошло, и что ты предпринимала до того, как непосредственно уже начать там ходить там на собеседование и так далее. У меня случилось раньше увольнение, я стала почитывать какие-то HR-статьи, смотреть видосы и поняла, что вообще надо наблюдать, оказывается, за рынком труда, вот, я 4 года работала на одном месте, и вот где-то в конце 3-го года я поняла, что, наверное, стоит заглянуть, а что там по вакансиям, что там по зарплатам, что вообще нужно бы улучшить. Я смотрела резюме, ой, прошу прощения, вакансии, ну, и резюме тоже посмотрела, чужие, посмотрела вакансии, чего не хватает там на той должности, которую я сейчас занимаю, потому что иногда не совсем объективно тебя оценивают на работе, и, возможно, ты там вот в этой организации профи, а в другой требуется какой-то там спектр ключевых навыков, а у тебя их нет. Можно за это время подтянуть, обновить резюме, вообще вот эту пыль смахнуть. Собственно, я начала как раз за год до увольнения, ну, у меня стало появляться выгорание, и, в общем, я вошла в этот Headhunter, поняла, что он абсолютно переполненный, стала читать еще больше материалов, смотреть, как вообще резюме должно выглядеть, какие есть стоп-слова, какие есть, ну, как бы, позитивные какие-то моменты, и я вот уже уволилась, когда было ровно 4 года, как я работала, и, к сожалению, тучи не разверзлись, радуга не появилась, стало, наверное, еще сложнее, потому что пока я сидела там 4 года на одной работе, я вообще отстала. Оказывается, сейчас нужно там определенным образом готовиться к собеседованиям, нужно прямо изучать вакансии, вот, было довольно тяжело. Хорошо, вот, коллеги, расскажите, как вот вы просматриваете резюме, вот если у вас такое бывает, соприкосновение с резюме, как выглядит вообще этот момент? То есть у вас есть куча вариантов резюме, возможно, которые вам присылают, или как вы их изучаете, то есть на что вы обращаете внимание, где вы, какие вообще вы точки расставляете? Давайте я начну. На самом деле есть два сценария. Один сценарий, первый, это когда я работаю с откликами на конкретную позицию, другой, другая история, когда я иду в холодную, мне нужен кандидат, у меня есть его образ, и мне нужно найти его с ноля. Притом сейчас очень много существует способов ловли на сеть, то есть это подбор через тематические группы, например, где-то на платформах специализированных в социальных сетях. Но если, соответственно, давайте остановимся на первом сценарии, когда я смотрю отклики, откликов на одну вакансию может быть сотни, причем в зависимости от вакансии отклики все поступают, поступают, поступают. И если анализировать HeadHunter, платформа, с которой больше всего мы работаем, там иногда со стороны соискателя мы можем видеть, что компания просматривает 30% всех резюме. Это не потому, что ленивые HR, это потому, что, ну правда, вакансия закрывается за просмотр первых откликов, и на оставшиеся просто не хватает времени. На просмотр одного резюме уходит на самом деле 10 секунд, то есть первая оценка происходит по касательной, на что я обращаю внимание. Может быть я странная, хотя общаясь с коллегами, я понимаю, что во многом так. Мы смотрим на фотографию, мы смотрим на образ человека, на то, как он, какую фотографию выбрал. И здесь вы удивитесь, но уже очень многие резюме, ну как-то не хочется вчитываться в них. Дальше мы смотрим на релевантный опыт, то есть опыт именно в той стезе, которая мне нужна, на конкретную позицию. И я обязательно смотрю, сколько был стаж на последних местах. Потому что если я понимаю, что человек в жизни, например, 4 года работал, но в среднем у него, я не знаю, на каждой позиции по полгода, и это не какой-то срочный договор, не какой-то проект, а просто он пришел, поработал, ушел куда-то искать лучшую жизнь, и опять 6 месяцев он уходит. Какой вывод я сделаю? Что он ко мне на эти же самые полгода придет, а это просто невыгодно. Деньги, которые я потрачу, там, время, обучение, какие-то задачи, можно, ну не буду сейчас в деталях тоже останавливаться, но это все стоит денег. И зачем мне такой человек, который еще, там, не знаю, условно не определился, что ему хочется. Поэтому вот опыт, стаж, наверное, это первые три истории. Ну и еще та цель, которую он указывает в резюме. То есть он условно хочет ту позицию, которую я закрываю, или у него там, не знаю, через запятую 5 позиций указаны, из серии куда-нибудь возьмут. Вот на это я тоже обращаю внимание. Мне, кстати говоря, хочется вот здесь как-то выделить вот этот, знаете, парадокс величайший, что вроде как с одной стороны важно, чтобы человек, ну вообще мы как бы призываем, пробуйте, пробуйте, ищите себя, ищите свою позицию и так далее. Как бы и очень плохо, да, например, если человек устраивается на работу и понимает, что это не его, ему это неинтересно и так далее, да. И часто это бывает не потому, что человек неосознанный, а потому что, возможно, компания недостаточно качественно, да, себя презентовала. Или, возможно, какое-то внутреннее обучение в компании, ну вообще отсутствует очень часто, да, есть такая проблема, да, и просто люди приходят и пытаются, как рыбы в океане, найти какой-то свой путь. Но и с другой, да, стороны, что есть просто люди, да, которые приходят и, ну ладно, я тут поработаю сколько-нибудь, а компания вкладывается, да, компания пытается создать какое-то обучение, какую-то экосистему для новичков, да, тоже тратит какие-то деньги. Здесь, знаете, вот эта палка о двух концах. И здесь как будто бы, знаете, хочется обсудить такой портрет идеального соискателя и портрет идеального работодателя, да, что идеальный соискатель, вот он какой, условно, как вы думаете? Да, конечно. У меня есть один критерий самый важный, что это человек, который точно знает, чего он хочет. По крайней мере, в каком направлении он хочет развиваться. Вот когда есть желание, когда есть мотивация на развитие, на прокачку себя по разным компетенциям, это прям для меня номер один, это лучший подарок со стороны соискателя, который может быть еще под звездочкой, когда он еще принципиально в мою организацию хочет. Вот это прям сразу больше баллов такой кандидат получает. То есть осознанность, желание учиться в целом, да, и умение вообще воспринимать какой-то новый формат. Ну и третье, это конкретная целенаправленность на вот эту компанию. Лана, расскажи, на твой взгляд, идеальный работодатель? А потом обсудим абсолютно ужасный опыт, возможно, который у тебя тоже там был. Ну, я уже, походив на много собеседований, поняла, что нужно спрашивать, поняла, что мне нужно от компании. Я как человек, который ищет стабильность, ищет место, где можно надолго остаться, на, возможно, несколько лет, всегда уточняю, как они вообще адаптируют новичков. И не важно, что ты можешь быть профессионалом уже в своей области, это новый коллектив, это условно даже новое здание, где можно запутаться в первый же день. Это какие-то, не знаю, те же электронные системы, в которых работает компания. Все это новое, все непонятно. Стресс, люди, вот этот гул. Я никогда не забуду эту первую неделю, когда голова болит на работе новой, потому что просто страшно. Я всегда уточняю, есть ли адаптация. Какая она? Может быть, есть база знаний. Ничего страшного, если там над тобой не сидит этот наставник. Вот просто вот тебе дают ссылку на базу знаний, ты ее изучаешь, когда не требуют от новичка сразу вливаться. Это невозможно. Я на своем опыте могу сказать, что это невозможно, как соискатель. Соответственно, адаптация. Как нагрузку распределяют в первые твои месяцы работы? Что требуют в испытательный срок? Какие перед тобой стоят задачи, как перед новеньким сотрудником? Ну и, в общем, каков дальше вообще, каков дальше пути, каково развитие для сотрудников? То есть как будто бы важно, чтобы работодатель, компания подробно давала прозрачные ответы на те вопросы, которые ты задаешь. Но здесь мы сразу опять выходим на парадокс, что очень часто многие соискатели думают, что это как бы они пришли на кастинг, и они вопросы задавать как будто не должны. То есть это как будто только им задают вопрос. Спасибо большое. Хочется уточнить у Кирилла. Расскажи, в какой момент резюме попадает к тебе? И на что смотришь ты? Ко мне? Ко мне оно сейчас уже не попадает. Я уже работаю с теми, кто либо работает в системе, либо вот только переходит. Ко мне попадает его так называемая рабочая карточка, вот с его опытом работы как раз-таки. Ее я изучаю для того, чтобы потом в интервью можно было задать вопросы, касаемые мотивации сотрудника. Почему он менял работу вообще, почему ему там не понравилось, а здесь ему будет комфортно. Чтобы зацепиться за какие-то такие моменты, в которых потом можно будет узнать более подробную информацию вообще о личности человека, который у тебя сидит напротив тебя на интервью. Хотел добавить еще по поводу резюме. Те, кто оценивает резюме, еще им очень важно, чтобы оно не было сухим. Чтобы там не было сухих слов, типа стрессоустойчивость, коммуникабельность и прочее. Если это стрессоустойчивость, расскажи, как она была у тебя, стрессоустойчивость проявлялась вообще у тебя в твоем опыте. Например, ты участвовал в организации, и в последние часы перед открытием чего-то ты успел организовать. Это такие общие слова. Если ты говоришь об осознанности, задавай тогда вопросы на тех же самых собеседованиях про компанию, про то, что интересно тебе в ней, и как эта компания может повлиять на тебя в будущем. Расскажи на этом собеседовании про те ценности, которые будут полезны от тебя, компании, и компании для тебя. Что еще? Да вроде, наверное, все. Спасибо. Я думаю, что мы коротко как раз обсудили, что такой центральный документ или такой твой профайл – это твое резюме. Что еще существует? Что можно в целом, чем можно дополнить свое резюме? Вот, может быть, тоже к Марии Кириллу вопрос. Или достаточно резюме, а дальше уже там откликаются, и ты там можешь что-то дослать. И если да, то что это может быть? Там портфолио, например, да, какое-нибудь там или что? Если это какая-то творческая работа, то можно сразу во вложение присылать примеры работ, проектов, да, портфолио, там, какое-то такое творческое. Я не знаю, относится это сюда или не относится. Я всегда обращаю внимание, как-то для меня особняком стоят те резюме, те отклики, которые приходят с сопроводительным письмом, где в развернутой какой-то форме описано, почему, чем именно цепила вакансия, почему именно эта организация. И как-то более, вот как Кирилл сказал, в такой теплой, что ли, подаче, может быть, менее формальной человек описывает себя, свои основные компетенции. Для меня это значимо. Спасибо большое. А вот такой еще вопрос. Условно, вот если я не знаю точно, какая мне, ну, допустим, представим, что мне нужно две вакансии, ну, примерно я и там, и там, нормально. Подойдет, если я, например, напишу одно резюме и просто его как бы выставлю? Или как это работает? Ну, под каждую определенную вакансию, которую ты ищешь, профессию, имеется свой перечень тех навыков, да, и того опыта. То есть опыт должен быть релевантен той должности, которую ты ищешь в себе, да. Вот, поэтому, ну, не стоит указывать какой-то опыт, который не касается, там, дизайнерского. Модельная школа. Да, да. Или там, если ты занимаешься психологией, то там преподаватель математики точно, ну, не стоит указывать. Вот. Ну, хотя, в принципе, можно, но это где-нибудь прям в конце, в комментариях, что, типа, занимался этим. Вот. Потому что, в принципе, педагогический опыт тоже для психолога полезен. То есть очень важно, как я понимаю, да, под каждую вакансию, все-таки, под каждое конкретное вот направление все-таки свое резюме фильтровать и делать такой конструктор, скажем так, вот этих блоков, да, и пусть, может быть, ты занимался очень многим, но не нужно, как бы, рассказывать обо всем. Мне кажется, это одна из таких распространенных, как бы, ошибок. Какая же это? Я еще добавлю, что я такой активный вообще, все делаю, но, как мы выяснили, всего 10-15 секунд просмотра резюме, как бы, они, наоборот, очень, мне кажется, негативные даже, да, ощущения вызывают. Есть там написано целое, это телега, которая вообще не относится к делу, и, то есть, есть вот это ощущение, даже безмерно, бесцельно потраченных 10-15 секунд. Перегружает, конечно. Да, конечно. Я в целом согласна с Кириллом, тут точно, вот, чтобы понять, как лучше составлять резюме, проходить собеседование, надо понять, что это процесс, это продажа. Вот сейчас, как цинично бы не звучало, я знаю, что к продажам относятся так себе, никто не любит продавать, вернее, мало людей любят продавать, но это продажа. Мы продаем себя, мы продаем свой опыт, свои компетенции, и таким образом мы изучаем, вот здесь я хочу сделать небольшой комплимент, это очень круто, что ты настолько осознанно изучала даже условных конкурентов, да, резюме, которые были представлены, потому что это дает фору, это дает понимание, а в чем твоя уникальность, уникальное торговое предложение твое. И поизучав конкретную вакансию, которую мы хотим занять, мы точно сможем понять потребность, что хочет компания получить. И мы сможем составить резюме, скорректировать, адаптировать его под конкретную потребность на конкретную вакансию, да, это с одной стороны, но, и таким образом, резюмируя, да, мы под каждую вакансию создаем отдельное адаптированное резюме, Но мое мнение, что если студент только начинает свой карьерный путь, то даже какие-то нерелевантные места работы он должен указать. Объясню почему. Потому что, сталкиваясь с наймом студентов, есть большая проблема. Я с ней сталкивалась, говорю, как есть, максимально прозрачно. Что студентам во время учебы говорят, у вас вся жизнь. Вот все возможности, вся жизнь, все у ваших ног. Вы такие ростаки, такие молодцы, идите, получайте миллионы. И приходит человек с неумением работы, с непониманием, что значит работать с 9 до 6, в условиях многозадачности, в условиях каких-то корпоративных нюансов. И это всегда сложно. Среди студентов, правда, достаточно высокая текучка. И тогда, когда я вижу, что пусть человек работал репетитором каким-то, он уже понимает, что такое ответственность. Он уже понимает, что такое обязательство. И это добавляет ему, опять же, очков на входе. Вот поэтому, если пока релевантного какого-то опыта нет, то, пожалуйста, вы можете указывать то, что уже есть. Спасибо большое. Лана, расскажи, вот как ты составляла резюме? То есть, может быть, ты используешь какой-то специальный сайт, я знаю, что там и на HeadHunter есть какие-то. Ну вот как у тебя это было? Пока моим фаворитом является HeadHunter. Я, к сожалению, разочаровалась в остальных платформах. Я не знаю, можно ли называть. Можно. Все, любые, какие хочешь. Да, я, ну, телеграм-каналы мне редко нравятся, мне там тяжело ориентироваться. Но я всегда смотрю, все равно у меня есть в подписках, так анализирую. По крайней мере, видно, компания в каких местах выкладывает вакансии и какой у нее хват, и насколько вообще у меня есть шансы хоть каким-то откликом там докричаться. Я смотрю HeadHunter, SuperJob больше не смотрю, не могу прям его терпеть, если честно, он очень неудобный. К сожалению, когда-то был хорошим. Я смотрю BudoJobs, я смотрю, господи, вылетело, CareerSpace. Смотрю, всякие работы.ru не смотрю. Вот, наверное, вот сейчас у меня ключевые сайты вот эти. И по знакомым спрашиваю, может быть, что-то есть. Смотрю в Инстаграме, если что-то выкладывают. По знакомству, конечно, всегда получается быстрее, но пока что я ничего там для себя не нашла. Как я резюме делаю, пишу? Я обращалась к карьерному консультанту, возможно, мне просто не повезло, и там выхлопа от этого было мало. Ну, немного порядок в голове, конечно, появился, но, опять-таки, мне помогает просто насмотренность. Я вижу, что требует вакансиях. Я даже на вакансии ориентируюсь, там бывает прям четко, ясно. И я думаю, у меня тоже должно быть резюме, так все четко, ясно. Никаких лишних телодвижений и так далее. Я смотрю, повторюсь, конкурентов анализирую. Это всегда дает понять, где можно поставить точку роста для себя. Очень много читаю всяких статей, как формулировать вообще мысли, потому что у меня есть с этим проблемы. Я согласна, что это продажа, и я хоть и работала перед этим 3,5 года в продажах, но я ненавидела продавать, особенно себя, когда ты не уверен в себе, когда ты не знаешь вообще, что ты хочешь от жизни, такое немножко как потерянное поколение. Но потом просто со временем учишься, когда ходишь на много разных собеседований, вот именно продавать, что вот я могу вот это, могу вот это, но при этом не врать, конечно, вот я это не люблю, никогда не вру на собеседованиях. В общем, вот это вот такой стартер-пак соискателя. Но еще не весь, да, то есть мы еще не перешли к резюме. Вот такой финальный такой мой вопрос, да, перед тем, как мы к резюме, к интервью, перед тем, как мы перейдем как раз к теме собеседования, такой большой, обширный вопрос. То есть правильно ли я понимаю, что мы выяснили, что условно у нас есть какой-то там один или несколько агрегаторов, на которые мы выкладываем, значит, мы выложили свое резюме. Все, мы как бы там навострили, там все классно, или откликнулись на какие-то вакансии. У нас есть профиль, да, есть резюме, и мы откликаемся. И это нормально, что нас могут не заметить, даже если мы просто суперспециалисты, у нас великолепнейшее резюме. То есть это нормально, что нас могут не заметить, потому что действительно очень часто бывает поток. История с тем, что ты, например, на вакансию откликнулся, она подходит по всем критериям, которые у нее написаны. То есть опыт не нужен, например, там пишут, студентов берем, откликаешься, и тебе приходит отказ. Отказ может прийти, потому что, например, они долго обсуждали твое резюме, которое им пришло. Отказ может прийти, потому что уже закрыли вакансию, уже кого-то рассмотрели. Отказ может прийти, потому что уже не требуется просто специалист. Там директор, например, утром сказал о том, что нам уже не требуется, там нет денег на этого специалиста, у нас нет ставки. По поводу того, как действовать в ситуации, таким как пробиться, у меня есть кейс, как я попал вообще в транспортный комплекс Москвы. Мне пришел отказ тоже вначале на Headhunter, на том же самом. По всем критериям проходил, был опыт релевантный и так далее. Но в какой-то момент приходит отказ, ты такой думаешь, что я сделал не так? Почему меня даже не пригласили на собеседование, не отсмотрели меня? У меня вроде нормальное резюме, вроде все качественно, вроде все скиллы написаны и не сухо. Вот даже. А потом я просто думаю, а что бы еще раз не отправить, не откликнуться? Там есть такая возможность нажать еще раз повторно. Отправил повторно, пригласили сразу после первого же собеседования, в этот же вечер позвонили, сказали, все, это наше. То есть, возможно, это вообще был какой-то человеческий фактор, кто-то что-то отсмотрел, отказал условно, а потом кто-то другой посмотрел и вполне все подошло. Человеческий фактор там работает. Кофе, просыпаясь, не туда нажал. Круто, интересно. Маша, есть какие-то еще лайфхаки? Да. Мне видится, что если ты понимаешь, что вот твоя вакансия, если вибрация начинается в теле, как правило, можно найти сайт. На сайте всегда есть раздел «Контакты». Да, я забыла про «Этвург». Я всегда вот захожу, раздел «Контакты» смотрю, если мне прям хочется какую-то компанию, это тоже… Написать письмо. Написать письмо, либо, ну, сейчас век высоких технологий, информации найти через, там, десятые руки, выход куда-то, пусть не в отдел персонала, но к какому-нибудь сотруднику, да, чуть ближе. И это не про связи, это про то, чтобы каким-то образом заявить о себя, о себе и показать свою высокую мотивацию, занять какую-то позицию. На самом деле, ну, вот сейчас, вспоминая по кейсам, всегда, когда приходит на почту, там, корпоративную или какого-то сотрудника отдела персонала письмо сопроводительное, они бывают странные. Ну, то есть, наглость, конечно, второе счастье, но в моей парадигме должна быть, должен быть какой-то баланс. Но даже самое удивительное, те письма, которые мы условно зачитывали друг другу, серьезно? Что? Что это? Мы приглашали этих кандидатов, и они оказались, оказывались самыми цепкими и трудоустраивали мы их. Ну, то есть, самое главное здесь, заявить о себе и вот на фоне вот этих вот всех товарищей, там, сотен конкурентов условных сказать, а я вот здесь стою, дайте мне работу. Спасибо большое. Ну, хорошо, давайте представим, что все, нам как-то повезло или как-то сложились звезды, там, HR выспался, ну, что угодно, все, все, откликнулись, на вакансию, то есть мы откликнулись, нам сказали, да, окей, приходите на собеседование, вот мы подступаем как раз-таки к вот этой теме собеседования. Вот что, Лана, ты делаешь прежде, вот ты знаешь, все, тебе завтра идти на собеседование, на интервью. Что ты делаешь, вот как ты, как вообще дела? Я, во-первых, я запоминаю фамилию, имя, отчество, или там, имя, отчество HR, который меня позвал, или руководителя, который, который было заявлено, там, некоторые, например, компании, они заявляют, что на собеседовании будет такой-то человек, я запоминаю, либо записываю, перед собеседованием повторяю. Я обязательно смотрю информацию на сайте о компании, я смотрю, чем они занимаются, какими проектами, может, не знаю, если вдруг я подумаю, что мне конкретный проект понравится, я там хочу принять участие, вот для себя решаю. Я смотрю на всякий случай руководство, ну, вдруг что-то потребуется. Вот, я смотрю отзывы. Вообще, когда меня приглашают, я иногда прошу подумать, типа, я вот перезвоню, я смотрю отзывы. Не всегда им верю, бывают там заказные и так далее, но если я вижу, что на всех сайтах вообще об работе, там, одна звездочка и куча разъяренных отзывов, то я понимаю, что, скорее всего, что-то тут, конечно, сомнительное. Ну, и смотрю по расположению, где. В общем, я готовлюсь, теорию всю изучаю, потом я открываю вакансию, на которую меня пригласили, и составляю список вопросов, если мне что-то непонятно по конкретной вакансии. Я задаю вопрос, какие продукты они используют для работы и так далее. Дальше я уже перехожу к общим вопросам, адаптация, там, условия, обязательно договор заключается или нет, хотела вот, не знаю, будет ли это в тему или нет, но я всегда читаю договор. Я вот поняла, что трудовой кодекс – мой друг, договор, мне тоже не враг, вот эта вот куча текста с десятым шрифтом, это, на самом деле, очень полезная вещь, особенно раздела зарплаты, вот, всегда нужно смотреть, условия туда. В общем, я готовлюсь по-всякому. Хорошо, но вот скажи, мне кажется, вот это очень стрессово, вот я просто не проходила особо много собеседований, то есть у меня как-то получилось, что я работаю вот уже достаточно длительный срок, у меня вообще нет опыта прохождения собеседований, да, наискание какой-то должности, но мне кажется, это очень стрессово, вот есть такой момент. И вот что ты делаешь, чтобы как-то не волноваться, то есть вот что тебе помогает как-то выдохнуть и как-то нормально вообще? Это входит в подготовку как раз к самому собеседованию, во-первых, нужно посмотреть, сколько туда ехать. Я всегда приезжаю вот за пять минут ровно, ну, не за двадцать, где неудобно меня еще собеседовать, но не опаздываю. Если опаздываю, всегда предупреждаю, но всякое бывает, мы все люди. И если у меня есть такая возможность, я слишком рано приехала, как вот недавно я в среду ходила на собеседование, я просто пешком прошлась, успокоилась, там, перечитала свои вопросы, еще раз там освежила память, имя, фамилия, отчество тех, кто меня собеседует. Дальше ты уже выдыхаешь и в омут с головой. Вот я как в университете всегда на экзамены старалась первой идти, чтобы быстрее бы этот кошмар закончился, так же здесь просто садишься и выдыхаешь, все. Дальше там все люди сидят. Кстати, интересно вот узнать со стороны вот работодателя, да, или со стороны HR. Вот вы, допустим, к вам приходят на собеседование, да, или там на интервью человек, и вы видите, что он откровенно боится, волнуется или что-то у него там и так далее. Вот что вы, вот как вы себя, что вы делаете? Ну, всегда по-разному. На самом деле, вот у меня часто бывают, приходят люди, которых иногда прям, ну, откровенно трясет, и приходится с ними, ну, я как психолог могу их успокоить, вот. Я, например, замечаю какие-то моменты, что их беспокоит, спрашиваю, почему вы волнуетесь, рассказываю, что процедура не такая страшная, как они себе надумали про это. Вот. Конечно, кофе не предлагаю, потому что это, наоборот, ускорит стрессовую ситуацию. Ну, водички попить, дать отдохнуть, передохнуть вообще, рассказать, что и как. Ну, то есть говорить, да, успокаивать, чтобы эти мысли, которые у них в голове, они немножко успокоились, вот. Но это не каждый HR так будет с тобой. Сюсюкаться, назовем это так, да. Вот, поэтому это прям редкость, и, ну, старайтесь быть спокойными, как бы это банально не звучало, вот. Старайтесь понять, что, что вас вообще беспокоит, вот, текущая ситуация, как вы ее можете изменить, что вы можете предпринять. Если можете что-то предпринять, тогда предпринимайте, да, если не находите ответов на свой вопрос, тогда бессмысленно вообще волноваться, да. Вот. Но будет и будет эта встреча, она не поставит крест на вашей будущей карьере, да, вот. Об этом помните. По поводу твоего вопроса, как вообще не волноваться, как вот потом найти вот это опять ресурс в себе, ходить по собеседованиям, да, банальный ответ – это ходить почаще, да, ходить на какие-то, может быть, даже неподходящие тебе, да, по ценностям и так далее. Но просто ходить и впитывать в себя опыт, опыт вопросов каких-то, которые там задают тебе. Как раз сегодня уже, ну, звучало вот это слово насмотренность, да, это очень важно при собеседованиях, потому что ты смотришь на тех, кто тебя собеседует, как они это делают, вот, на что они обращают внимание. И потом ты вот эти ошибки все свои нивелируешь в следующих собеседованиях, на которые ты идешь уже уверенный в том, что это твоя компания, ты хочешь там остаться, закрепиться. Вот. Да, спасибо. Вот Маша, да, тоже есть мнение на эту тему? Да. Опять у нас не расходятся мнения, мы как-то унесем. Хорошо. Да, выполняем друг друга. Во-первых, очень классное количество вопросов и подготовка перед, это прям must have. С другой стороны, вот присоединюсь, когда мы возвращаем себе ответственность, что вот вы тоже выбираете. Это оценка всегда вызывает стресс, да, от этого нельзя никак отстраниться. Но если мы понимаем, что мы точно так же оцениваем HR, HR совершенно верно. Я тоже стараюсь всегда расположить, раскрепостить. У меня, мне кажется, есть суперспособность устанавливать контакт. И многие говорили, что это было минимум похоже на собеседование. Но абсолютно не факт, что 100% рекрутеров, менеджеров по подбору, с которыми вы будете общаться, будут такие милые, белые, пушистые. Ещё напомню, что существует отдельный вид резюме, собеседований, да, стресс-интервью. Мне кажется, это трэш, конечно, и для меня это неэтично, но вот такие есть. Ещё хуже, когда это всё бездумно применяется. То есть через стресс-интервью мы стараемся оценить, но понятия не имеем, что мы именно оцениваем. Встречался с таким? Я проходил такое интервью. На самом деле, давайте как раз перейдём к теме типологии интервью. И вот мы почему-то решили, как-то заговорили про стресс-интервью. Что это такое? Расскажите поподробнее. Какие ещё бывают типы интервью? Стресс-интервью, оно необходимо... Ну, я со своей позиции расскажу. Стресс-интервью, оно необходимо для того, чтобы посмотреть, насколько стрессоустойчив кандидат, насколько он начнёт с тобой конфликтовать в теме интервью. Вообще в стрессе всегда показываются вот эти вещи, которые будут потом и в работе проявляться. Но, честно говоря, это очень-очень такой формат непредсказуемый и не объективный совершенно, потому что это зависит от настроения кандидата, когда он приходит на это интервью, да, от его ситуации жизненной, да, в которой он сейчас находится. Вот. То есть это использовать... Вот я никогда этим пользоваться не буду. Это я точно говорю. Вот. Либо я буду пользоваться, но я точечно буду знать, полностью смоделировав ситуацию, да, и зная выходы из этих позиций. Потому что человек на таком интервью можно довести до ужасных состояний, вот, и отвечать за это за все HR-у, который там потом будет получать негативные отзывы от тех, кто к нему на самом деле. Потому что я тогда вышел, вот, я, честно говоря, проходил такой, я вышел, и меня так бомбило вообще, ну, просто с этого HR-у, который мне устроил этот стресс интервью, она была совершенно некомпетентная, вот, и она оценку использовала, да, в своей речи в отношении меня. А это совершенно неподобающе. То есть, как бы, вообще, идеальный HR, он вообще не, и важно очень не высказать, как бы, в лицо мнение, да, то есть, как бы, это должно быть настолько нейтрально, чтобы кандидат вообще не сориентировал. Ну, хорошо, вот, негативное, допустим, не надо высказывать, а если вам, вот, нравится кандидат, вы все равно, ну, так как вы не принимаете решение, вы тоже, как бы, нейтрально должны быть. Или вы можете сказать, спасибо, это очень круто, типа, ну, нам это очень нравится, там, или как? Я высказываю. Да. Ага, то есть, позитивное стоит высказать, да, а негативное, то есть, и всякий раз, кстати, Кстати говоря, друзья, если вы будете все-таки искать работу в ближайшее время, помните, что если HR вам высказывает свою оценку прямо на собеседование, то, возможно, стоит вообще задуматься, какая там корпоративная культура, как там все вообще устроено в этой компании. Возможно, может быть такая вероятность, что HR такой злюка и вообще некомпетентный, а все кадры суперклассные, это вряд ли. Скорее всего, там все-таки политика, корпоративная культура одна, одинаковая во всей компании. Я, кстати, встречала разницу. А, да, бывала? Да, когда HR, ну, очень не какой-то клиентоориентированный, клиентоцентричный, а все остальные адекватные. Для меня это удивительно, потому что, на мой взгляд, HR – это лицо компании. И, не знаю, вот первое впечатление, да. Я встречала, я до сих пор этим и удивляюсь, но это просто моим каким-то представлениям не соответствует. В тему стрессовых интервью. У меня тоже был опыт, это было достаточно обескураживающе. Вот у меня одно слово было в голове. У тренеров всегда, помимо стандартных этапов, есть этап демо-тренинга. Когда кусочек мы готовим, у нас есть некие участники а-ля тренинга. Обычно это руководители линейные, отдел персонала, и мы ведем для них некий фрагмент. И у меня было собеседование, вернее, демо-тренинг, где одна из участниц вот этих вот в кавычках, на самом деле я знала, что она директор филиала, куда я претендую, то есть самый-самый главный руководитель, она была мега-мерзкой, она была жесткой, капризной, это такой прям сопротивляет, сложный, суперсложный. Она цеплялась к слову, она спорила со мной. И мне хотелось, это первый, наверное, в моей жизни опыт, когда мне хотелось сказать, типа, все, спасибо, все свободны, до свидания. Я выдержала этот этап, хотя меня штормило знатно. И я вышла, знаете, как Тарантино в фильме. Я стояла у офиса, думаю, что это было? И для меня это было дико, потому что это был первый опыт стресс-интервью. Я думала, это специально, и если это было специально, она просто актриса от Бога. Если это не специально, я не хочу подходить туда даже близко. Самое удивительное, что меня позвали на следующий этап, хотя мне казалось, я проявила себя очень плохо. Я сказала, подождите, прежде чем к следующему этапу, можно я встречусь еще раз с этим вот руководителем, раз уж она, мой непосредственный руководитель, мне хочется с ней еще раз познакомиться. Как оказалось, это специально. Она проявлялась для многих так, не знаю, это сейчас мой очень близкий друг, на самом деле, спустя столько лет. Но вот так это было. Здесь очень важно понимать, что, во-первых, вы выбираете, я возвращаюсь к своей мысли, во-вторых, кто знает, быть на шаг впереди, думать стратегически, сейчас никого не посылать, не проявляться как-то вообще неэтично, потому что все может измениться. Это может быть игра, где вас тоже проверяют, это может быть, вот сейчас сменится руководитель, придет новый, и вы снова захотите туда попасть, а у вас там будут уже комментарии какие-то негативные. Но я сама задаю стрессовые вопросы, но я обычно предупреждаю в самом начале, что я могу задавать те вопросы, которые покажутся странными, неэтичными, у вас есть право не отвечать на них, но я их точно задаю с определенной целью, как бы странно это ни казалось. Но я потом привязываюсь прям. А что это значит, что ты лидер? А докажи, что ты лидер. Ну вот как-то так это выглядит. Спасибо большое. На самом деле, опять время бежит максимально быстро, я думаю, что нам важно, ну и мы подходим уже к концу, я думаю, что нам важно очень обсудить такой важный момент, это именно само собеседование, вот план. Какие, наверное, топ были странные, вообще непонятные вопросы, смешные, может быть, и топ вот содержательный, возможно, который тебя натолкнули на какие-то мысли. Прямо трэша откровенного было мало. Были моменты, когда работодатель стремился быстрее и быстрее взять меня на работу, и потом я поняла, что это очень подозрительно, так не надо делать. Или я честно всегда говорю, вот здесь у меня есть опыт, а вот здесь у меня нет опыта, я готова здесь учиться, но мне нужно время, а здесь, ну, это мне не подходит, я не смогу, или, ну, там, я постараюсь, но, как бы, вы сами понимаете, может быть, еще больше времени потребуется. Меня так взяли на работу, слава вообще испытательному сроку, где можно обоюдно разойти, естественно, я без скандалов, никогда со скандалами не уходила, но берут без опыта, потом требуют с тебя так, как будто бы они вообще ни о чем не подозревали, это странно. Треш-вопрос, это меня спросили, кто я познакомил зодиак. Ну, возможно, это тоже. Да, я на Буду читала кучу таких мемных историй, но никогда не думала, что я вообще с этим столкнусь. Иногда спрашивают, есть ли дети, есть ли там семья, муж, брат свадкум, но я перестала прям сильно негативно относиться к вопросу о детях, у меня их нет, как бы я не стесняюсь, ничего, это не больная тема. Немного неэтично, но просто мне в какой-то компании обосновали, что у нас просто вот для детей на Новый год есть сладкие подарки, и мы вот, они меня таким образом, они меня таким образом как бы пытались заманить, сказать, вот мы такие хорошие, вот у нас в корпоративной культуре так заложено. Прям откровенного трэша не было, единственное, один раз меня посадили в переговорку, очень старую, очень старую, там прям пахло старостью и сыростью, я ждала 40 минут, я уже психанула, и сказала, извините, я позвонила, и сказала, извините, я ушла, потому что я не понимаю такого подхода, потому что я приехала вовремя, всякое бывает, но лучше без негатива как бы уйти, но уйти, вот я один раз когда-то, извините, это будет не в тему, но свидание ушло через час, потому что меня так по-моему обливали, я подумала, что я достойна лучшего и ушла, в общем, такого подхода я руководствую. То есть, как будто бы хочется продолжить эту метафору, что, да, и вот Маша тоже сказала, что условно выбирают не только вас, но выбираете и вы, и вам реально может не понравиться это здание, или эти люди, или отношение к вам, или что-то еще, да, ну мы поняли, да, что может быть какой-то тип интервью такой, да, может быть где-то что-то стоит потерпеть, а потом проанализируете, это было специально, или это норма жизни, да, если это было специально, то окей, да, давайте дальше обсуждать, а как, где еще мне может в этой работе встретиться подобный момент. А какие еще вот бывают вообще типы интервью, вот давайте, наверное, да, этим вопросом как раз завершим наше обсуждение. Ну, это как уже мы говорили об этом, интервью по компетенциям, это когда, то есть, есть модель определенной компетенции у компании, или у корпорации какой-то, да. А это, как правило, у всех компаний есть, или там в зависимости от все-таки того, как компания относится к поиску? Ну, наверное, есть базовый набор какой-то, да, у определенных компаний, а есть тот, который точечно необходим, вот если говорить о каких-то технологических, да, компаниях, то там определенный стэк тех навыков, которые необходим им, Это там командные работы, да, или если там команды вообще нет, все единомышленники, ну, единолично, да, занимаются какой-то работой точечно, то там командную работу не оценивают. То есть нет необходимости проводить там ассессмент, командные какие-то такие вещи, вот, и так далее на оценку. Не знаю, может, Маша что-то говорит? Мы еще проводили когда-то массовое интервью, групповое интервью, когда, ну, мы, по крайней мере, делали это в два этапа. Первый этап – это такой сет вопросов, презентация вопроса-ответы, и проигрывали небольшую игру, ну, то есть был всегда момент, кому интересно, пожалуйста, оставайтесь, кому неинтересно. Всем спасибо, всем пока. Деловая игра, где также приглашенные, ну, условно, руководители линейные, ну, наблюдали за людьми по определенному чек-листу, такой мини-ассессмент-центр, центр оценки, вот. Иногда кейсы дают, то есть решить, вот, например, какая-то ситуация рабочая, где тебе нужно оценить со своей позиции, как бы ты поступил в той или иной ситуации, вот, как руководитель или как подчиненный, да, как ты решил бы эту проблему? Вот, есть такие? У нас, опять же, на предыдущем месте работы, где я заведовала подбором, был еще один, ну, достаточно спорный способ. У нас была очень большая текучка на позиции менеджера по продажам. Там заключение сделок B2B, вот, достаточно сложная работа, на самом деле, но интересная. И ввиду текучки мы решили не просто в рамках собеседования какого-то искусственного формата давать понять, чем придется заниматься, а мы закрепляли тех людей, которые первично выказывали какое-то любопытство, с ними первое такое достаточно легкое интервью проводили, закрепляли их с реальными менеджерами по продаже. Вот они жили целый день. Это был, естественно, неоплачиваемый день. Это как, скорее, притереться и очень осознанно понять, на что ты подписываешься. Ну, и по итогам мы давали некое задание, готовили к этому заданию. У нас внутренние тренеры прям готовили к этому процессу. И я не назову это экзаменом, хотя очень хочется. Это неиспытательный срок такой, да? Да. Но это позволило нам снизить текучку. Вот. Хотя споров было и очень много негатива из серии. Как это? Почему я должен? Не оплачивается? Ла-ла-ла-ла. Ребят, ну, для того, чтобы прочувствовать, да? Что нам не надо. У нас там было очень детальное обучение. Мы очень много денег, времени тратили на адаптацию сотрудника. Поэтому нам на входе точно надо было как минимум осознанное желание с той стороны получать. Вот у меня с левого плеча говорит соискатель, который говорит, это какой-то беспредел, целый день. Но с другой стороны, опять, но с правого плеча тоже соискатель говорит, я бы все отдала, чтобы вот у меня была какая-то компания один день, чтобы понять и не повторять тех ошибок, когда я устраивалась. Я как-то целые, не знаю, 40 минут подписывала документы о приеме и ушла. Не буду говорить, не буду раскрыть всех секретов, но ушла очень быстро, потому что... Нет, побольше я продержалась там неделю, но это был просто такой кошмар, и к конца края это не было видно. Если бы я хоть знала, что один день вот рабочий, я там все пойму, я бы не стала просто устраиваться туда. И это же в трудовой книжке отметка, это же мне потом стресс. Как раз в твоем резюме увидеть, что ты работала неделю, это тоже неприятно. Но я не стала это указывать, потому что я там ничего не приобрела по навыкам, поэтому указывать тоже смысла нет. Спасибо большое. Ну что ж, я думаю, что можно резюмировать, друзья. Конечно, поиск работы – это действительно такое большое дело, к этому нужно подступиться, нужно выбрать время, нужно выбрать, сформулировать свое резюме, понять на какие ты конкретно хочешь вакансии или вакансию, выложить свое резюме, быть готовым к звонкам, готовиться к каждому собеседованию отдельно, потому что это не череда одного и того же, это каждая компания, это отдельный мир, отдельная тема, могут быть разные люди, есть человеческий фактор. Но я думаю, что у каждого из нас так или иначе случится или уже случался этот опыт, и всегда, как мы знаем, упорные поиски целенаправленные, они чаще всего приводят к тому, что действительно ваше. Спасибо вам большое за внимание, мы уходим на перерыв и увидимся в следующей комнате.